Всем привет! Вы на канале ВотГСН и как обычно в начале нашего видео хотел попросить каждого из вас поставить лайк этому видео заблаговременно. Вы всегда сможете его отменить по завершению просмотра, если видео вам не понравится. Но не забудете поставить этот лайк после просмотра. И по возможности подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Заранее благодарим вам за поддержку моего канала. Итак, сегодня мы выкатим в бой на несколько каток. По моему мнению, один из двух танков, которые стоит рекомендовать новичкам для прокачки в виде десяток, как первые свои танки, первые ветки, которые вы качаете. Это десятка, тяжелый танк Германии Е100. Я не буду вдаваться в мельчайшие подробности технических характеристик данного танка. Вы можете посмотреть эти характеристики в интернете, найти сравнительные таблицы. Я этим не занимаюсь по одной простой причине. Танк должен приносить удовольствие от игры. И все вот эти вот мельчайшие подробности тактико-технических характеристик, это уже больше для статистов. Я себя к статистам не отношу. Мой статистический уровень в районе 50%, может даже чуть меньше, может чуть больше. Но в любом случае я не являюсь статистом и не являюсь тем, кто за этой статистикой гоняется. Возвращаемся к танку. Танк собой представляет тяж. По моему мнению, крайне хорошо бронированный. Что необходимо отметить, это плюс-минус долгая, безусловно, перезарядка в 15,5 секунд с альфой в 640. Урон в минуту 2474, практически 2500. Для десятки я не могу сказать, что 2500 на сегодняшний день это уже какой-то существенный показатель. Безусловно, до введения новых танков в игру, в свое время Е100 с этим показателем был куда круче. Вопросов нет. Но, стоит отметить, что его бронирование, оно позволяет вам дожить до перезарядки и еще раз в кого-нибудь ввалить хорошенько. На 640 вваливая на этом танке, поверьте, это немало. Тот же самый гриль 10 уровня, танчик ПТ-шка Германии, он наносит в районе 600. Здесь 640. Есть кумулятивные на 545 и есть осколочно-фугасные на 960. Но, редко используется, исходя из того, что, как правило, танчики 10 уровня имеют плюс-минус неплохой уровень брони. Ну и, соответственно, фугасы хорошенько туда редко заходят. Разве что, если вы заедете кому-нибудь в корму, в затылок долбанете по какой-нибудь ПТ-шке. Ну да, тогда имеет смысл. Ну и плюс еще имеет смысл, если вам необходимо кого-то добрать. Время сведения в 4.8. Ну, честно говоря, великовато. Ну и, простите, дрын-то не маленький. И калибр, в принципе, тоже хорош. Углы вертикальной наводки. Вниз 7. Очень мало для этого танка. Сложновато играть где-то от холмов, от кустов и так далее. Но свой нижний бронелист, который прошивается врагами, вы можете, в принципе, прятать и за какими-нибудь другими преградами. Вверх 20 довольно неплохо, как для тяжелого танка 10 уровня. Ну, скажем так, в целом хорошо. Давайте попробуем закатиться в бой. Давайте попытаемся что-то в этом бою сделать. Ну и посмотрим, на что годен этот танчик на сегодняшний день. Чего действительно необходимо опасаться на этом танке, так это становиться кому-то боком. Потому что десятки, практически все, они будут вас в бок прошивать. Будут прошивать в бок. И что самое интересное, что ЛТшки и СТшки будут смело прошивать вас в бок вашей башни. Вся башня прямая, как угол дома. Но в целом плюс-минус рикошеты дает. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть поддержка со стороны кранвагена. Кранваген вы тоже можете посмотреть на моем канале. Это, кстати, второй танк, который я всегда рекомендовал бы новичкам для прокачки. Разница в том, что в этом танке пушка обычная, в кранвагене пушка цикличная. То есть, три снаряда с системой до зарядки после каждого выстрела. Итак, на 670... нет, на 630 мы уже, в принципе, занесли. Явно надо просить поддержки, потому что их четверо, а нас всего лишь двое и третья ПТшка прячется в кустах. Ну, в принципе, там ей место. Будем надеяться, что кран сейчас немножко поддержит, и мы попытаемся в нашей ПТхе. Не смогли мы. Нам надо откатываться, однозначно откатываться. Кран тоже пытается уходить, но, к сожалению, у него это не вышло. Я думаю, что в этом бою, ребят, мы сольемся. Однозначно сольемся. Потому что со счетом 3-2 и такой игрой команды, в принципе, рассчитывать на победу, ну, как бы, не особо. Сам не вытащишь, да и перезарядка не такая уж и маленькая. Давайте попытаемся заехать и кого-то достать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поторопился я немножко. Ну, как видите, непробитие он, в принципе, тоже смело на себя собирает. У нас осталось трое. Так, жадность. Ну, вот как-то приблизительно так. Сейчас посмотрим на результаты боя, посмотрим, что мы смогли сделать в этом бою. Сравним себя с результативностью соперников. Паттам пытается из последних сил что-нибудь сделать. И, честно говоря, респект. Одно простое причине, потому что я очень сильно не люблю танкистов, которые, когда начинают видеть, что команда сливается и бой, в принципе, уже проигран, они начинают поднимать пушку вверх и сдаваться. Сдаваться нет необходимости. Нужно бороться до последнего, нужно бороться всегда. Сейчас, честно говоря, такая интересная получается игровая ситуация, в которой, если у Паттона получится забрать вражеское ЛТ, то у него есть какие-то привычные шансы на вынесение 57. В Т57, и вот есть Паттон красавчик. Мы ему даже вот так вот напишем чистого сердца. По одной простой причине, потому что он красавчик, он не сдался, и он реально отыграл до конца боя, и у него были все шансы вытащить. Мы нанесли неполных 2000 урона, этого мало, безусловно. Возможно, с поддержкой команды можно было бы сделать чуть больше. Мы ушли в минус по кредитам, и мы заняли третье место по нанесенному урону. Взвод Паттона и ФВ, они показали себя великолепно. Во взводе, безусловно, играть немножко полегче. Я не знаю, насколько этот бой можно считать показательным для Е100, но и такие бои тоже бывают, и в том числе и на этой машинке. Давайте попробуем еще раз закатиться. Так, ребят, попали в бой в новый. Против нас есть два гриля, а это значит, что минимум от 1000 до 1200, если сразу в две тычки влетит. Против нас есть Супер Конь, довольно неплохой танчик. Есть Т57 Хэви с барабаном и БТ-шка, которая очень скорострельная, Объект 263. Сейчас посмотрим, что мы можем с этим всем сделать. Команда молодцы, они уже пошли в наступление. ИС-7 просветил отсутствие ТТ на стандартной линии. Супер Конь своим присутствием на островке это подтверждает. На БТ уже было нанесено несколько шотов и, соответственно, немножко раздамажено. Сейчас попробуем объехать всю эту гильдию и заехать на линию БТ, там, где они прячутся. У нас есть все шансы забрать гриля. Главное, не сильно высунуться под его шот. Ну вот, пошли мы в размен. Размен не сильно выгодный по Альфе, но я бы сказал, он выгоден позиционно, исходя из того, что мы минуснули один ствол. Ствол, который может давать по 600 в каждого из наших союзников. Поэтому давайте будем говорить откровенно, плюс-минус получилось неплохо. Все-таки не умею я на этих танчиках играть в позиционные какие-то бои. Но вот видите, фугас, он даже в средний танк не заходит нормально по урону, а, соответственно, не имеет смысла на него и переходить. Это то, о чем я говорил, что фугасы на этом танчике используются очень редко. Вот мы наносим еще полтысячи. В любом случае своих, грубо говоря, тысячи мы уже набрали урона, это уже немало. Для победы команды прячемся, прячемся, прячемся. Дразним гриля и наносим на него еще, еще и с поджогом. Вообще красота. У гриля перезарядка гораздо быстрее, чем у нас. Соответственно, нам необходимо немножко спрятаться, дать возможность союзникам отвлечь гриля и отправить его в ангар. Итого на нашем счету уже два фрага. Как видите, танчик показывает себя довольно неплохо. И это то, о чем я вам говорил. Не стоит оценивать танк исключительно по одному какому-то бою. Бывают хорошие бои, бывают плохие, бывает такое, что союзники не справились с какими-то задачами, не смогли. Возможно, среди союзников есть дети, которые не совсем умеют играть. К этому тоже необходимо отнеситься с пониманием. А возвращаясь к нашей теме, у нас танчик, который зарешал довольно немало в этом бою. Я не могу сказать, что прям на нас все держалось, мы вытащили весь бой. Но будем говорить откровенно, свою задачу мы выполнили, свой урон мы нанесли, мы выжили. Мы забрали два ствола. Ну, я считаю, что это довольно немаленький вклад в победу нашей команды в данном бою. Сейчас закончится, посмотрим, какие у нас результаты, ну и немножко подытожим по этому танчику. Немножечко мы не успели, все-таки у ФВ барабан, как-никак. Итак, мы нанесли неполных 3000 урона. Мы сделали два фрага. Мы в результативности команды посмотрим сейчас. Мы заняли второе место по урону. Нас обогнал только Гриль, и он на это способен. Безусловно, остальные союзники сыграли довольно неплохо. Немножко спас задних ИС-7, но, скорее всего, это было связано с тем, что он просто первым ринулся в бой, все просветил, и за этому респект и уважуха. Враги отыграли плюс-минус неплохо, если сравнивать по количеству наносимого урона. То есть, можно сказать, что мы победили не потому, что слился враг. А это уже говорит о том, что в команде подобрались хорошие игроки, ну а наш танчик показал себя неплохо. Что касается его там какой-то доходности. Это прокачиваемый танк, это не прем, это не коллекционная машина. Соответственно, рассчитывать на то, что вы будете по итогам выходить в какие-то большие плюсы, абсолютно нет. Но, по крайней мере, не ушли в минус, как в предыдущем бою. Итак, давайте подытожим. А подытожим мы следующее. Танчик на сегодняшний день, я бы сказал, остается играбельным в рандоме, с учетом всех добавленных новых машин и количества премиумных машин, которые на сегодняшний день есть в этом рандоме. Он довольно неплохо себя показывает. Он неоднозначный, вы не можете быть готовы к тому, что в каждом бою вы будете нагибать. И танчик реально очень зависим от команды. То есть, с его скоростью перезарядки вы сможете хорошо раздавать только тогда, когда рядом с вами будет один-два союзника, которые будут параллельно с вами отвлекать и наносить урон противнику, тем самым будоражив его и отвлекая от вас. Когда у врага есть время на сведение вас нормально в лицевую часть, либо в нижний бронелист, либо если вам уже не повезло и стали боком, и, соответственно, вас видно полностью практически зеленым, кроме вот этой полосы, соответственно, вас будут разбирать, пока вы будете 16 секунд перезаряжаться. В случае, если же союзники вам помогают, вы реально можете выдавать по 600, и вы видели, как это происходит во втором бою. Машинка очень хорошая, но и самое приятное в этой десятке заключается в том, что к ней ведет ветка, которая не заставит вас плакать кровавыми слезами, как со многими другими ветками, пытаясь до нее добраться. Все эти танчики на своем уровне хороши, по моему скромному мнению, не считая Е75. Обзорчик на Е75 есть на моем канале, можете его посмотреть. Это не танчик, который действительно там фанит и доставляет кучу удовольствия. Но иногда приходится немножко потрудиться для того, чтобы добраться до великолепной машины, которая будет вас радовать. Ребят, смотрите видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, удачи, играйте в танки и обязательно кайфуйте от этого.